Есть такая страна, Босния и Герцеговина. Там как-то Жигули в космос запускали, но сейчас не про это. В Европе это единственное государство, названное сразу в честь двух регионов. Впрочем, государство, это слишком громко сказано. Единый, вот это вот, выглядит только на географических картах. Местным мусульманам и хорватам не удалось повторить сценарий, имевший место в сербской крайне. Между союзниками были серьезные зрения, да и сербы не пожелали становиться жертвенными агнцами на алтаре добра и мультикультурного прогресса. В итоге дело кончилось дайтонскими соглашениями 1995 года. Новорожденная федерация Боснии и Герцеговины состояла из населенных преимущественно башняками и хорватами, кантонов и республики сербской. Не путать с республикой Сербия. Эти два субъекта энтитета, как их там называют, стали частями одной конфедерации. Вот есть в Европе нормальная конфедерация, Швейцария. И в ней же есть в этой самой Европе конфедерация курильщика, Бостя и Герцеговина. Каждый энтитет в отдельности представляет собой парламентскую республику. У каждой из них есть свое правительство и свой президент, свои органы власти и даже полиция. Казалось бы, о какой единой стране может идти речь? Но Европейский Союз изрядно постарался. В каком-то смысле получилась модель будущего ЕС в миниатюре. Дейтонские соглашения предполагали, что выше президентов антитетов и правительств может быть только верховный представитель по Боснии и Герцеговине. Лицо, утверждаемое Советом по выполнению мирного соглашения. Толжность была учреждена по факту переговоров 95-го года. Получилась обычная занудная евробюрократическая структура, в которой евробюрократы выбирают евробюрократы на пост верховного представителя. Было бы смешно, если бы этот избираемый колдун не мог снимать с должности любого руководителя в Боснии и Герцеговине и запрещать любому деятелю участвовать в выборах. Есть прецедент. В 1999 году верховный представитель Карлос Вестендор Пикабеза, испанский дипломат, генеральный секретарь мадридского клуба, тот самый, который всю жизнь посвятил борьбе за евроинтеграцию Испании, своим решением снял с должности президента республики сербской, коим был Никола Поплашен. Сербы очень крепкий орешек, они перевели президента на пост премьера, но иностранное вмешательство в жизнь страны и антитетов с тех пор стало как бы нормой. Сейчас у них верховный представитель Ханс Кристиан Фридрих Шмидт, немецкий политик, член Христианского социалистического союза в Баварии. Притом этот человек, как и все верховные представители, никогда не являлся гражданином Боснии и Герцеговины. Он гражданин, собственно, ФРГ. Боснии и Герцеговины это самое, это потемкинская деревня Европы. Даже флаг и герб республики, так сильно похожие на символику Евросоюза, были разработаны тем же самым Карлсом Вестендорпом, которого с уверенностью можно назвать крестным отцом боснийской демократии. Случись заново крупный межэтнический конфликт, объяви сербореферендум о независимости, ЕС получит удар, сопоставимый с миграционным кризисом. При этом сама страна юридически не является членом Евросоюза. Заявка на вступление была оформлена только в феврале 2016 года. Причем боснийцы долго ждали, когда договор об ассоциации вступит в силу. Видимо, у евробюрократов что-то дозревало. Боснийско-герцеговинский патриотизм, или же национализм Боснии и Герцеговины, вот голем, которого европейцы строили два десятилетия. Он пока что почему-то жив и здоров, но дождь социального кризиса и пожара межэтнических волнений серьезно угрожает его существованию с самого начала его существования. Брюссель холит и лелеет эту химеру, надеясь, что засеянные в 95-м году семена государственного патриотизма дадут всходы. И когда смотришь на счастливое лицо лучшего легкоатлета Бости и Герцеговины, Амеля Туки, башника и мусульманина, называющего себя патриотом своей страны, кажется, все худше позади. И у истендорпов, собранных со всей Европы, получилось? Спорт вообще считается универсальным инструментом укрепления идентичности, особенно если он очень популярен среди граждан. Футбол. В Европе нет игры популярнее. Я всегда к нему относился резко негативно. Но тут это не сколько спорт, сколько политика. Футбол в Боснии любили и до, и во время, и после войны. Изначально, как это следовало ожидать, клубы стали формироваться по этническому признаку. Если в городе живут сербы, то и клуб будет сербским. Если хорваты, то, соответственно, хорватским. Сараева и Железнечар таким образом стали башняцкими. Широкий Бриек – хорватским. Баруц – сербским. А в Мостере равные по численности башняки и хорваты и вовсе поделили клубы. Первым достался Велиш, вторым – Зринский. Разумеется, редко, когда выезд иноэтничного клуба в соседнюю общину обходится без побоя еще фанатов. Ультра с Боснии и Герцеговины – одни из самых жестоких в Европе. Особенно свирепствует группировка сараевских фанатов-мусульман Орды Зла. В 2009 году они устроили беспорядки с хорватами в городе Широкий Брик. Местные жители вынуждены были отстреливаться, и в итоге один из нападавших погиб. Дестабилизация на почве ненависти среди фанатов, которые к тому же выполняют функцию уличного тарана националиста всех боснийских народов, пожалуй, самый реалистичный сценарий распада страны. Власти республики разумно считают, что этот разрушительный потенциал должен выливаться в конструктивное русло. В 2014 году в Бразилии прошел чемпионат мира по футболу. Сборная Боснии и Герцеговины в своей отборочной группе по еврозоне вышла на первое место, обладая одинаковым количеством очков с греками, но имея лучшее соотношение по числу забитых и пропущенных мячей. Да, мне эту херню пришлось изучить. Человеку, любящему спорт так же, как Ким Чен Ын, любит прическу Маллет, считая их и я символом капиталистической культуры. Сложное сравнение, да. Короче, говно ваш спорт в любом проявлении, и для себя, и в масс-культуре. Понятно? Так вот, ближе к сути. В финальной части турнира босницы проигрывают невероятно сильной сборной Аргентины, и так себе там сборной Нигири, но одерживают победу над Ираном, первую в истории своей сборной. На родине футболистов встречаются с полчастями, важный турнир прошел хорошо, фанаты забыли про национализм и радуются за сборную, за которую выступали не только башняки, но и сербы, а также хорваты. И это при том, что на федеральном уровне существует футбольная ассоциация Республики Сербская, которая даже имеет собственную сборную, правда, пока сборная участвует только в товарищеских матчах. Я к тому, что футбольная независимость часто выступает толчком к государственной. Взять хотя бы пример Шотландии, живущей от референдума к референдуму, и у Эльса с Фарерскими островами, перманентно требующими расширения собственных автономий. После всплеска спортивного патриотизма часто наступает тяжкое похмелье, особенно оно ужасно после поражений национальной сборной. Ни на футболе, ни на хоккее, ни на каком-либо еще виде безделия под названием спорт построить общность невозможно. Хотя и популярные увлечения объединяют граждан, связанных общим пониманием истории и родством. Шейцарцы, допустим, воодушевились после успеха своей сборной на том же мировом чемпионате, и их любимцам удалось выкарабкаться из группы. Боснийские чиновники тыкали пальцами в швейцарцев и шептали «Хотим так же!». Но Швейцария не Бостя и Герцоговина. Жители Ея-Кантонов разделены лишь языками, но никак не верой, историей и недавним этническим насилием. Это главное отличие этих двух конфедераций. Швейцарцы вместе все совместно боролись против габзургов, и хоть позже им пришлось познать горечь гражданской войны, длившейся целый год. Спустя полтора столетия, это одно из самых гомогенных обществ в мире, к тому же практикующие прямую демократию. Вот в 2009 году, например, добрые швейцарские граждане высосались против строительства новых миноретов в стране. А теперь представьте подобное в Боснии и Герцоговине, где половина населения мусульмания. 2014 год стал потрясением для боснийских властей. На улице Сараева и крупных городах других преимущественно башняцких кантонов вышли тысячи протестующих против феноменально высокой, выше чем в одной из беднейших стран Европы и Албании, безработицы, 27% и тотальной бедности. Оказалось, что архитекторы боснийской и Герцоговинской нации, несмотря на идейную заинтересованность, на деньги оказались чрезвычайно скупы. Нескольким мэрам городов и министрам пришлось уйти в отставку. И некоторым даже бежать из страны. Тогда стали очевидны две истины. Во-первых, лучший государственный патриотизм – это патриотизм, щедро оплаченный государством и его спонсорами. Если спонсоров нет, то будет злой башняцкий народ, погромы и беспорядки. И во-вторых, президент республики Сербской, Милорад Додик, ну такая фамилия, чего же поделать, тогда похвалил своих граждан, не поддались на провокации, говорил он, и не применил намекнуть, что причина такого мирного настроения в том, что сербы лучше обустроили свой край. Вывод. Каркас, сдерживающий голема Боснии и Герцоговины от развала на республику Сербскую, Хорватскую республику, Херцог-Босна и Башняцкую унию, держится на честном слове и от любого чиха развалится. Справедливости ради нужно заметить, что больше всего развала Боснии и Герцоговины в нынешних границах боятся не имеющие другого государства. Башняки, партии демократического действия, из которой вышли почти все руководители правительства Боснии и Герцоговины, и федерации Боснии и Герцоговины, это вот разные, вы уже должны были понять субъекты, целиком состоит из мусульманов. Они опасаются, что после эриденты, то есть коренное население земель, которые соседствуют с государством, где проживает титульная нация, хорватских кантонов и республики Сербской, могут остаться без промышленности и без внимания Брюсселя. Скатиться до уровня Косово, а то и ниже, в таком положении будет проще простого. Так что идейные последователи генерала Али Изетбеговича держатся за босниниско-герцоговинский патриотизм и за ЕС, как за спасательную соломинку. Так что такие дела, господа, следить за судьбой боснийского голема увлекательно. Это в первую очередь социально-политический эксперимент, и только уже потом страна. Сколько проживет чудовище и чем кончит, вот главная интрига. Я никаких прогнозов делать не буду, ибо они не имеют смысла. Огромной вам удачи и пока. Не забываем также, что есть бусти, где этот ролик вышел в неделе три назад как минимум, а еще там в ВК и Телеграм, ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok